На волне Ночное такси сегодня и всегда с Александром Крумином Ночное такси В рубрике «Близкое ретро» сегодня с удовольствием показываю вам запись Тимура Шаова. Я подружился с этим музыкантом благодаря, к сожалению, уже ушедшему из жизни моему другу Вадиму Гусеву. Вадим Гусев был самым первым радиоведущим, который поставил в эфир своей программы с забавным названием «Пальцы веером» на русском радио в Москве его песни. Мне песни Тимура Шаова тоже оказались очень и очень близки. Я приложил все усилия для того, чтобы его музыка появилась в эфире наших радиостанций. Ночное такси шло тогда и на русском радио, шло и на открытой тогда нами радиостанции «Русский шансон». И я столкнулся с большим интересом аудитории к этому очень талантливому автору и исполнителю. Люди очень просили меня, чтобы я обязательно показал им выступление Тимура Шаова по телевидению. Я пригласил его для концерта в Санкт-Петербург. Происходило все это в 1699 году. И тогда впервые мы показали его в программе «Формула Шансона». Естественно, у нас на наших телевизионных каналах вы можете, конечно, видеть эту программу полностью без купюр. Именно оттуда я и возьму сейчас видео, которое покажу вам в сегодняшнем выпуске «Ночного такси». Причем все получилось впервые. Оказывается, то, что мы записали тогда после программы, прямо в студии эфирного вещания регионального телевидения Санкт-Петербурга, ну, собственно, в эфире этого телевизионного канала на дециметровом диапазоне и выходила тогда программа «Формула Шансона». Так вот, это оказалось самым-самым первым в видео. Я по сей день, когда встречаюсь с Тимуром, вспоминаю это. Он, кстати, помнит это тоже и говорит, что да, действительно, так необычно. Я приехал для участия в телевизионной программе, у меня не было ни одного клипа, ни одной концертной съемки. И вот так получилось, что студия «Ночного такси» все это сделала для этого талантливого человека. Поэтому сегодня, дорогие друзья, я с удовольствием, вспоминая то, что было тогда, 13 лет назад, показываю вам одну из песен Тимура Шавова, которые были записаны именно для нашей программы «Формула Шансона» в рубрике «Близкое ретро». Смотрим. Не хотел я пить, но пятница, и к тому ж зашел сосед, он поэта, значит, пьяница. Рифмы есть, а денег нет, тресет, говорит, водки для потенции, да, поговорим лотком о судьбе интеллигенции. В государстве в арабском, как с ним не выпить, бегает, как маятни. В глазах горят бенгальские огни, ну, выходные, сами понимаете, у мужиков критические дни. По российской по традиции, пили много наповал, он надрался до кондиции, А потом запричитал, ой же, сироты, мы сироты, это ж при живой стране. Да чего же эти пироды, толерантные ко мне, глянь, как они за родину родели, Перестроили бардак в бордель, совсем бедняги, похудели, Но без буквы П и буквы Д, похудели, 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 Но без буквы П и буквы Д, не по лжи я жил, как следует, Был горой за них всегда, и на каждом референдуме Отвечал, да, да, нет, да, где ж вы, бедные, иллюзии, Либеральные мои, так реформами контузила, Что нет напора у струи, уже стемнело, мы прилично с ним натрескались, И наливали мимо рюмок наугад, он все шумел, косил под Чернышевского, Что делать, блин, и кто, блин, виноват. Он сказал, вставай такой сякой, и пошли мы за ним в народ, Он с ненормативной лексикой, словно с песней шел вперед, Где кричал культурная общественность, вновь по кухням вновь молчи, Да, сохранить хотите девственность, и оргазм получить так не бывает, Он написал на здании тайной канцелярии, Даешь капитализм с человеческим лицом, Пририсовал зачем-то гениталий, В кубистском стиле хренов Пикассо. Мы с ним за полночь пришли домой, В коридоре я уснул без сил, Тут жена спросила, что со мной, И сосед ей объяснил, Видишь ли, говорит, в стране тенденция, Просто стыдно, говори, Спит теперь интеллигенция, Ну а так как нету герцена, Значит, некому будить, А жена говорит, я вам гадом буду герценом, И эсеркою каплан, И чубайсом вместе с Ельциным, Марш мерзавцы по углам, У жены я спрашивал, Где вы, моя любимая, Мне жена ответила, Скалкой между глаз, А я у скалки спрашивал, Где мое любимое, В общем, выпил лишнего, Скорбный мой рассказ, Вновь подойдет к концу неделя быстротечная, Пойду к соседу, Вот он будет рад, И да решаем мы Вопросы вечные, Что делать, блин, И кто, блин, виноват? В «Ночном такси» рубрика «Лицом к лицу» В рубрике «Лицом к лицу» продолжаю знакомить вас с творчеством талантливого автора-исполнителя, смело можно сказать, что проживающего на две страны, то есть это и Москва, и и Бремен, где он проживает, уже с 1995 года, Александра Гами. Мы записали в январе, выходящего от нас уже 2012 года, большой фильм-концерт Александра Гами в двух частях на нашей съемочной площадке в шоу-холе «Атмосфера» в Санкт-Петербурге. Две, в общем, совершенно разные программы. Одна адресована была «Прекрасной плане человечества», а другая вполне мужская. Они, собственно говоря, так и назывались «Песни для настоящих мужчин» и «Песни для женщин о любви и нежности». При этом мы записали и большое интервью с Александром Гами, фрагмент которого я предлагаю вам сегодня в рубрике «Лицом к лицу». Я уверен, что вы должны познакомиться с этим человеком. Я имею в виду, конечно, зрителей, которые еще не знакомы с его творчеством. Мне думается, что это один из самых интересных современных поэтов, проживающих за рубежом. Я знаю, что он не теряет связи с Россией. Он работает по контракту уже огромное количество лет в Бременском оперном театре, но при этом все равно остается русским человеком. Весьма интересные стихи, причем стихи, которые он пишет циклами. На мой взгляд, очень прилично сделанная музыка. И я считаю, что для вас интересно в сегодняшнем эфире «Ночного такси» послушать, конечно, что же сам он говорит о себе. Итак, это Александр Гами. И это запись, которая была сделана в январе 2012 года. Все это в рубрике «Лицом к лицам». «Лук не скошенный, запорошенный, с думой горестной, умирал, обмороженный, обезноженный, белый доблестный генерал». В 17 лет я уже создал коллектив, и мы работали вместе, писали песни и даже заняли в Москве, в Люблинском районе первое место в свое время. Потом работали, пригласили меня другие ребята в команде АЗЛК. Мы работали в ДК АЗЛК, и там были такие музыканты, как Женя Осин. Мы работали в одной команде. Очень популярный в свое время музыкант. Да. Ну, а потом уже после армии я поступил в театральный институт, потом в консерваторию, и уже как бы отошел от написания песен и стал заниматься классикой. А потом, ну, как-то это вернулось, и опять теперь… Ну, это просто немножко необычно для наших зрителей, что человек, который работает в классическом оперном театре, работает в германском городе Бремен достаточно давно, с 1995 года, плюс к этому еще и имеет эстрадную практику как автор-исполнитель. Вы, наверное, самый уникальный из всех музыкантов, с кем мы встречались за это время, потому что у нас никогда не было музыкантов, которые работали бы именно в классическом оперном театре, и плюс к этому делали бы авторскую песню. Вот драматические актеры, которые занимаются авторской песней, у нас были… К сожалению, в шедшей жизни Борис Хмельницкий с нами дружил, друг Владимира Высоцкого и его коллега по театру на Таганке. Он приезжал к нам сюда, мы записывали с ним интервью много лет назад, и он действительно очень прилично пел, причем и свои песни, и народный репертуар, но он был драматическим актером. Масса драматических актеров, собственно говоря, это делает очень здорово. А вот музыкант вашего уровня, музыкант классической сцены и вдруг городской романс – это необычно. Скажите мне, вы полностью автор-исполнитель тех вещей, которые мы будем записывать сегодня? Да, я полностью… Я пишу тексты, я пишу музыку, мне помогает аранжировщик мой Олег Князев. Скажите мне, а вот как правильнее нашей публике к вам относиться? Как к музыканту германскому, так сказать, живущему на территории Германии и работающему там, или все-таки как к музыканту российскому, ну, который, так сказать, временно, или, может быть, на две страны, на Москву для вас родную и на Бремен, который тоже за 16 лет не мог для вас стать чужим. Вот как относиться к той публике, которая впервые познакомится с вами посредством этого интервью? Вот как себя сам определяет Александр Германии? Германский музыкант или… Я думаю, что я русский музыкант. Во-первых, я не брал немецкое гражданство, я русский, у меня русское гражданство, а потом я работаю по контракту, не знаю, временно или нет. Пока есть работа, я там работаю. Ну, кроме авторских песен, я еще много пишу, я делаю различные программы. Допустим, у меня есть программа «Клуб до сорока». Это огромная по объему программа о русских поэтах, не доживших до сорока лет, где я представляю этих поэтов биографию и пою романсы на их стихи. Классические, кстати, романсы исполняю. Ну, и занимаюсь стихами. Мне в 2005 году дали премию «Золотой перо Руси» за то, что я изобрел новую форму поэзии – однословный многоарифм. Вот. Так что я считаю себя русским поэтом и музыкантом. Угу. А вот такой термин, который наш друг Александр Розенбаум очень часто употребляет для своих песен и вообще для направления авторской песни, как таковое «Стихи и музыка, не разделяя вас», насколько это соответствует Александру Гами? Ну, я думаю, настолько… Что первично для Александра Гами – музыка или все-таки стихи, которые он сам сочиняет? Я думаю, 50 на 50, потому что часто стихи приходят вместе с музыкой и наоборот. И песни рождаются иногда от музыки, от какого-то мотива, от какой-то мелодии, которая приходит, а иногда – от стихов. Поэтому я не буду говорить, что что-то превалирует. Одно для вас, да? Скажите мне, а альбомы, я имею в виду аудио-альбомы, понимаю, что видео, которое мы делаем сегодня – это будет первое полноценное большое концертное видео профессиональное для вас. Знаю, что есть небольшие видеоролики, которые даже занимали и призовые места на конкурсах в «Русском доме», с которыми мы работаем в Берлине. Знаю об этом. И у нас на телеканале на нашем на YouTube стоят два ваших ролика. Вот, поэтому я думаю, что людям тоже интересно после этого интервью посмотреть не только то, что мы сделаем сегодня, но и то, что делалось до студии «Ночной такси». А вот, что касается этих материалов, вы считаете, что то видео, которое мы сделаем сегодня, оно для вас чем принципиально отличается от того видео, которое вы делали до этого? Ну, тем, что публика может меня увидеть, как я работаю. Мысли вздорные, птицы черные, круг взлетаются, вьет кружат. Встать уж надо бы под снарядами, рассыпается строй солдат. Встать уж надо бы под снарядами, рассыпается строй солдат. Альбомный блок в программе Александра Фрумина «Ночное такси». В альбомном блоке сегодня показываю вам записи талантливой певицы из Нью-Йорка Ляли Рублевой. Наверняка многие из вас видели ее записи на нашем канале. Скажу, дорогие друзья, о том, что совсем недавно, вот буквально за неделю до той самой съемки, которую мы делали для этой программы, на рынок был выпущен полноценный альбом Ляли Рублевой, естественно, в качестве компакт-диска, который был записан здесь, в студии «Ночное такси» в Санкт-Петербурге. Вообще интересная была очень работа над этим альбомом. Начали мы его в конце января уходящего 2012 года. Уже в феврале сделали очень хороший видеоролик на одну из композиций этого альбома, на песню «Господа офицера сегодня». И вот совсем недавно, подчеркиваю, предложили все это российской и зарубежной публике в качестве абсолютно полноценного компакт-диска. На мой взгляд, очень интересная работа, работа, которая, вне всякого сомнения, заслужит вашего внимания. И очень бы хотелось, конечно, чтобы вы полюбили песни Ляли Рублевой. В этом альбоме была использована та идея, которую мы называем «Мост времен». Очень хотелось сделать не ретро-музыку, очень хотелось сделать музыку современную, но при этом музыку в традиции, музыку, которая продолжает те песни, которые были известны много десятилетий назад. Я думаю, что это певице и продюсеру ее, Борису Литковскому, удалось. Поэтому сегодня я показываю еще одну из композиций новейшего компакт-диска Ляли Рублевой, который носит название «Родина». Мы продолжаем видеоверсификацию этой программы. И в марте, в нашем большом новом фильме «В джазе только девушки», естественно, будут записаны новые композиции из этого альбома. Мы сделаем полную видеоверсию этого диска и издадим в следующем году все это в формате DVD. Итак, Ляли Рублева, встречайте! Ляли Рублева, встречайте! Играй саксофон, играй, не молчи, тебя хочу я слушать. Играй саксофон, играй саксофон, Вечи утомленную душу. В глубоком полубраке, в престижном капаке Саксофонист играя, тревожит душу мне. И в звуках всех волшебных я будто бы тону, Куда-то улетаю во сне и наяву. Играй саксофон, играй, не молчи, Тебя хочу я слушать. Играй саксофон, играй саксофон, И лечи утомленную душу. Когда мне одиноко, сюда я прихожу, В волшебном мире грез расслабиться спешу. Саксофонист играй, знакомый старый блюз, И в звуках растворяясь, Я в вечность устремлюсь. Играй саксофон, играй, не молчи, Тебя хочу я слушать. Играй саксофон, играй саксофон, И лечи утомленную душу. 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 Играй саксофон, играй саксофон, И лечи утомленной души. Играй саксофон, играй саксофон, И лечи утомленной душой. Ну вот и все на сегодня, дорогие друзья. Это была программа «Ночное-такси» на видеохостингах YouTube и PeterTV. Я, Александр Фрумин, эти полчаса рассказывал вам о той музыке, которую люблю, которую знаю, которую верю. Я предлагаю также вам слушать и радиоверсию «Ночного такси» тоже. Радиоверсия выходит на нашей интернет-радиостанции «Шансон-24» с портала «Шансон-24.нет». Каждый четверг с 22 до 24 часов время вещания московское. Программа записывается и затем ретранслируется берлинской радиостанцией с соответствующим названием «Русский Берлин» на 97,2 МГц ФМ. Первый эфир после оригинального эфира в России происходит в четверг с 21 до 23 часов. Затем эфир повторяется в понедельник следующей неделе с 22 до 24 часов. Там время вещания, естественно, европейское. При трансляции на ФМ-диапазоне в федеральной земле Берлин-Бранденбург работает стример сайта радиостанции «Русский Берлин» в интернете. Поэтому программа также, но уже из зоны ДЕ, ретранслируется в интернете для всех желающих. Так что призываю вас, дорогие друзья, не только смотреть «Ночное такси» на наших телеканалах, но и слушать его тоже. Я, Александр Фомин, еще раз благодарю вас за внимание и прощаюсь с вами до следующей недели. На волне ностальгических нот, на волне позабытых мелодий. Вместе с вами ночное такси городских сиренат и рапсодий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова